Миллион детей на востоке страны нуждаются в помощи. Из них 12 тысяч знают, что такое постоянные обстрелы. Сотням маленьких жителей серой зоны пришлось покинуть родные дома, и сложнее всего инвалидам. Многим необходимо дорогостоящее лечение, не говоря уже о крыше над головой. Лиза и Саша – переселенки с Донецкой области, и им обеим нужны операции, без которых девочкам не выжить. Небось я держу. Она хрупкая, как хрусталь. В свои 13 лет Саша ломала кости ног 36 раз. Были времена, когда мне хотелось сдаться уже, когда было просто очень грустно. Страшный диагноз – несовершенный остеогенез, приговор на всю жизнь. Каждый шаг в прямом смысле – испытание для ребенка. Организм не вырабатывает необходимый для упругости кости коллаген. Почему ее настиг такой недуг – Саша спрашивает себя ежедневно. Но еще больше травмирует девочку поступок матери. Я не могу понять, как можно бросить своего ребенка до еще такого ребенка. Сразу после рождения стало понятно – Саша не такая, как все. Малышка мучилась, но продолжала стойко бороться за жизнь. Перелом, гипс, снова перелом и снова месяцы без движения. Если я начну плакать или еще там что, тогда начнет плакать и бабушка. Я этого не хочу. А вот мама Саши опустила руки. Когда девочке было 4 года, женщина вместе с ключами от дома выбросила из своей жизни и дочь. Я пыталась попробовать с ней о чем-то заговорить. Мама большинство моих попыток просто игнорировала. Я уже к этому привыкла. Она по-взрослому понимает – ей не испытать любви матери. К счастью, забота бабушки и дедушки компенсирует недостаток внимания. Хотя они никогда не думали, что их родная дочь поступит так жестоко. Но сейчас все мысли Галины Алийник только об одном. Я бабушка. Сколько мне суждено вопрос. Мне надо ее поставить на нахер. Каждый день Саша встречает с надеждой хоть на какое-то общение. Но подруги навещают ее редко. Время коротает за любимым делом. С бабушкой часто говорит о будущем. Девочка интересуется анатомией и хочет стать хирургом. Когда перевязки делали, я наоборот старалась там что-то посмотреть, поспрашивать. Мне это интересно. Мечты многих жителей Донбасса в один миг оборвала война. А детям с инвалидностью она практически перечеркнула будущее. Как стать на ноги – вопрос, который Саша не перестает себе задавать. О том же думает и мама переселенки из Донецка – Лизы Кутковой. Девочка после родовой травмы не может говорить и полноценно развиваться. У нее детский церебральный паралич. Нам сказали, что будет все плохо. Ну, как бы, насколько плохо. То есть это максимум 16 лет – это порог нашей жизни. Из-за слабого развития мышц правой стороны тела у Лизы, как и у Саши, сколиоз четвертой степени. При деформации свыше 60 градусов корсет неэффективен. Зажимается легкая, одно из каком-то времени перестанет функционировать как таковое. Ну, легче было то, что у нас сколиоз был правосторонний и у нас не зажималось сердце. Обеим переселенкам нужны дорогие устройства. Саша – имплант для фиксации кости, таза и ног. Чтобы смогла на своих ногах гулять. Очень не люблю сидеть на месте. Узнав о том, что штаб Рината Ахметова помогает тяжело больным детям, семья девочки обратилась с просьбой помочь. Там приобрели специальный имплант для проведения операции. Хотел бы отметить помощь благотворительного фонда Рината Ахметова. Потому что именно вот эта категория детей, которые являются жителями семей переселенцев из зоны АТО, она практически в большинстве случаев обеспечивается за счет этого фонда. Устройство вживили в левую ногу. Теперь она ровная и не подвержена переломам. Эти операции достаточно финансово емкие. Они требуют материальных вложений именно в обеспечение проведения самой операции. Без сомнения, вот эти обделенные семьи не имеют такой возможности. Мы можем лечить, оперировать этих детей, но именно финансовая поддержка, обеспечение достаточно сложная. И бюджетного финансирования не хватает практически, ну совершенно не хватает. Саша провела на операционном столе 8 часов. Еще до сих пор болит, но уже легче. Огромное спасибо. Я бы не собрала эти деньги на операцию никогда. Очень тяжело это переносить для меня. И операции, и эти переломы, это для меня очень большой стресс. Мы благодарим Рината Ахметова. Благодаря ему вот эта пришла операция. Благодаря ему, возможно, ребенок встанет все-таки на ножки и начнет ходить. Никто нам не помогает, кроме него. С такой же просьбой в штаб Ахметова обратилась и семья Кутковых. Лизе провели хирургическое вмешательство. Специально устройство выровняло ее спину. Она ходит, она ходит хорошо, она свободно, легко дышит, ей ничего не мешает. Выражаем благодарность от всей нашей большой семьи, Ринату Леонидовичу Ахметову, за ту помощь, которая нам была нужна вот в данный момент и сейчас, и благодаря которой Лиза сейчас живет совершенно другой жизнью. Помощь мирным жителям Донбасса в лечении тяжелых заболеваний и проведении операций гуманитарный штаб оказывает с начала боевых действий. Более 8 тысяч человек получили индивидуальную медицинскую помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова. Большая половина из них – это дети. Гуманитарный штаб Рината Ахметова приоритетно рассматривает случаи, когда речь идет о спасении жизни ребенка. Это очень важно, потому что зачастую к нам обращаются семьи, которые сами не могут справиться с этой бедой. Ногу на себя, от себя. Сейчас Саша делает специальные упражнения, чтобы мышцы снова начали работать. На улицу девочке выходить пока нельзя, но она надеется, что скоро ее мечты сбудутся. Хочу заняться больными танцами, танцевать, чтобы смогла на своих ногах гулять. А Лиза после операции уже восстановилась и пошла в специализированную школу. Получилось? Молодец! Виктория Чистюхина, Татьяна Полякова, Анна Бравко, Виктор Белогорцев, Андрей Рудынков, Александр Довгань, Владимир Конопля. Для событий недели.